Вот такие еще есть с капустой, а это вот, например, с грибами и фасолью. Вкусные, кружевные и даже креативные. Каждому конкурсанту присвоили отдельную номинацию. Команда Совета ветеранов – постоянные участники праздника. Пекут блины уже четвертый год. На этот раз им удалось приготовить самые традиционные. Ну, вообще, каждая хозяйка печет их из той муки, из которой она привыкла их печь, и, естественно, по своему рецепту. Кто делает дрожжевые, кто делает пресные, но так или иначе они у нас разлетаются, как это сказать, очень быстро. Удивить жюри пытались по-разному – богатой начинкой или оформлением блюда. Детские же вкусы оказались самыми неподкупными. Первыми с тарелок пропали сладкие блинчики. С медом! Да, очень вкусно! С вареньем! Из динамиков звучат только русские народные песни. Команды поддерживают колорит праздника своим внешним видом. Главное для участников и организаторов – показать молодежи, как отмечали масленицу в старину. Это первое – гостеприимство, а второе, наверное, хлебосольность. Очень важно, что традиции, которые закладываются сегодня у нас, мы проводим эти традиции здесь. Нельзя эти традиции привить только на уроках. Народные масленичные гуляния в Ворошиловском районе проходят уже 15 лет. Проводить зиму в этом году пришли около 2000 школьников и студентов. Анастасия Команцева, Андрей Токарев. Главное новости.